Девочка-пай Какая нежность, какая красота. Я в шоке от этой розы. Хоть бы она у меня тут не замерзла, потому что тоже и от соседа лезет малина. Я все здесь раскопки делаю, все выдергиваю эту малину, вроде бы больше не появляется. Вот. Какая нежность, реально такая нежная роза. Я в шоке. Что-то я сегодня прям в шоке, в шоке, работать не хочу. Только вот опрыскиваю ее. И то тучки уже пропадают, пропадают. Вот такая. Это я у нас на рынке покупала в городе Нарофоминске, в Заречье. У Валюши покупала. Роза Экстрим было написано. Смотрела я у Алиски, да, это Роза Экстрим. И снова я встаю у своей шок-розы, я не знаю. Ну да, шок-роза. По-другому, ну никак не назовешь ее. Оранж-бэби. Встаю, любуюсь, вроде бы с ней все в порядке. И естественно, ниоткуда возьмись, самолютик нарисовался. Сразу же, мгновенно. Как только я взялась за камеру. Ладно, не важно. Я что хочу сказать. Вроде бы она не подцепила эту ложную мучнистую росу. Вроде бы, пока. Но здесь тоже есть на этой комбе, есть она тоже. Я так думаю, почему так получилось, почему так случилось. Я 4 недели ничем их не обрабатывала. Я поверила, каким же я там обрабатывала-то. Тепики, да, там очень много. И в том числе, кажется, ложную мучнистую роса. Что там 3 недели, можно спокойно спать, отдыхать. И, как говорится, ничего не будет. Вот. Так что, не верьте. Значит, 2 недели прошло. Но максимум, максимум нужно обрабатывать розы. Вот. И что еще хочу сказать вот про эту розу. Винчестер Кафедрал. Все описание идет. Это она. Это роза. Именно. Это от галочки Несси. Ней роза. Роза бестолковая, я вам скажу. Вот она белая. Она когда начинает разворачиваться, она вот с такой розовинкой. А вообще бутоны розовые. Смотрите, бутоны розовые. Вот внутри создается впечатление, что она будет розовая. Нет, она розовая не будет. Роза так себе. Ну, не значит, что я ее буду выкидывать. Болеет черной пятнистостью. Листва у нее, как у шиповника. Вот. Ну, на любителя, так скажем. На любителя, на любителя. Вот она. Экстрим. Ох, какая красотка. Какая красотка. Не могу налюбоваться прям. Так. Подцепилась что-нибудь или нет? Ну, я ее уже обработала. Вот. Я ее обрабатывала в прошлый раз. Когда 2 дня прошло или 3. Вот. Может быть что-то, но черную пятнистость уже никуда не денешь. И как бы я ее не обрабатывала от пятнистости, она все равно была бы здесь, на ней. Это однозначно. Как бы вы ни плясали. Может быть, у кого-то есть такие розы, что черной пятнистости это не бывает. Черный, коричневый и без разницы какой. Вот такая моя красота. Необычный цвет. Необычная роза. Чайно-гибридная. Красивая. Не передает камера цвет. Яркая в вырве глаз. Яркая невозможно. Вот. Значит, как выглядит это заболевание. Я не знаю, оно это или нет. Оказывается, ложные мучнистые росы несколько видов. Представляете, есть американская какая-то самая-самая страшная. Вот. Такой типа белый налет. И сворачивает листочки. А может, это просто паутинные клеща. А я тут выпендриваю и сложные, и мучнистые. Может быть, надо было взять и тепики. Вообще, у меня здесь октара уже, извините, сильнее нет. Тепики. От чего тепики-то я? От паутинных клеща нет. От белокрылки. Вот белокрылку. Кстати, белокрылки полным-полно я сейчас смотрела. Ну, короче, бьем врага беспощадно. Вот. Так что баронжиром на нем замечен первый, так сказать. Казалось бы, такая роза, такой куст огромный, такой силы. Но пострадали, знаете, что вот самые молоденькие листики, да? Самые такие, которые как маленькие детки, понимаете? Вот. Иммунитет, когда они вырабатывают, тогда вот и начинаются всякие болезни. Точно так же у растений. Вот она скрутила листик. Может, правда, просто паутинный клещ. Паутинный клещ-то ведь не видим, да. Но, октара, я надеюсь, что октара сделает свое дело. У меня октара, правда, пакет был открытый. Но это же сухая смесь, извините меня. Ступает в реакцию тогда, когда вы заливаете водой. Кто-то где-то сказал, если вы пакет открыли, значит, все, нужно использовать. Может, иначе оно пропадает, это сухие смеси. Да, ну ладно. Это вы на производстве. Объясните, когда они уходят, являются через двое суток с выходных. А там все открыто. Извините меня. Химозой пахнет. Не знаю как. Так что, все это ерунда. Открыли пакетик. Реакция наступает тогда, когда попадает вода. И через сколько-то там времени. Ну, там, я думаю, что там написано. Просто я не читаю. Если я развела, допустим, этот сухой порошок, та же октара, естественно, я же его тут же и использую, правильно? Я же не буду держать две недели. Ой, клубничка у меня. Ну, я уже обработала. Клубничку нужно отсюда пересаживать. Ладно, куда я ее посадила, туда пусть сидит. Вот, пересажу попозже. Сейчас я занята очень сильно. Очень сильно. Практически я здесь буду целый день, должна быть. Потому что нам будут сносить там забор. Бог ты мой, бог ты мой, что творится? А что творится? А что творится? Красота творится. И невероятно красивая глянцевая листва. Так, а ты-то не вздумай меня тут заболевать. Чипик мой. Чипик, чипик. Бог ты мой. Вот, смотрите. Какой цвет, да? Не-не-не-не, закрой. Не-не-не, закрой, закрой. Вот. Все. Раз. И какая она здесь? Розовая. Розовая. Роза хамелеон. Ну да, относится к розам хамелеонам. И кто там за жужжалка такая сидит маленькая? Смотри, а то я побрызгаю, и будешь делать помрал. Вот. Вот какая красота. Ну, камера не передает. Сейчас я переключу другое, так скажем. Микро, макро. Да ничего она не передаст. Вот так вот. Ну, так скажем, можно где-то как-то приблизить к тому... К тому, да, вот-вот. Вот, да. Вот ее натуральный, так скажем. Ну, подвязать бы, естественно, кустик. Вот. Но не буду подвязывать. Мне некогда. Вот. Такая Люда занята. А как мне туда, к тому кустику пройти? Хотя бы фламентанство чуть-чуть-то обработать. Хотя бы. И хотя бы пойти обработать череночник. Там у меня... Ой, господи, на бутон, что ли, наступил. Там у меня аква. Ой, нет. И аква, и акапелла. Зацветает. Прямо распускает. Там самые мои любимые, так сказать, состояния. Ой, надо дельфиниумы обрезать. Девочка мне написала, что можете дельфиниумы обрезать. Ну, у меня дельфиниумы около пятиэтажки высохли. Высохли напрочь. Вот. А что обрезать? К тому же обрезать-то нечего. Так. Ну, для этой розы нужно целый опрескиватель заряжать. А я... У меня было пять литров, так скажем. Так. Актара. Что у меня там еще было? Системного действия. Не контактного, а системного действия препараты. То есть они попадают в... Вот сейчас вот будет контакт с листиками, да? И они попадут в само... В само... Глоему, или как я там уже говорила, слово-то. Там два слова очень... Очень таких умных. Вот. В саму систему. И если будут садиться или болезни плохие, они будут убивать уже со стороны и другой стороны, так скажем, этого куста целого. Так, ладно, умничать не получается. Поэтому пойду немножко еще обработаю череночник. Вот, смотрите. Комтез де Бори. Понатыкала этих палочек я. Я их когда срезала. Вот. И она вся принимается. Ой, ажимая, это что? А это трава вот эта. И она вся... Все палочки понатыкала, все палочки попринялись. Ну, ну, как ни странно здесь... Да. Аква вон. Черной пятнистостью. Вот она, акапелла. Вот она. Вот она. Вот он будет распускаться. Он, когда распустится, этот бутон. Это будет такое великолепие, такое величие. Вот, все, закончилось. Вот она. Вот он, камтезик, красавчик. Правда, реально красивая роза. Ой, ну что ж, подъехали мальчики. Сейчас будут делать работу. Эээ, работать работу. Да. О, как он поднимается. А, ё-моё, вот он где. Ой, Саша мне сказал, смотри, не лезь. О, как страшно. Как страшно. Смотрите, какая долбилка какая. О, ты-ты-ты-ты, ломать не строить. Это такая поговорка, ломать не строить. Мы все сломаем. Вот. Ну, это их работа. И что я хочу сказать. Это уже не нас. Вот. Это уже относится к региону, или как там, или город Москве. Кто заказывал, короче, эту музыку. Ну, кто оплатил ее, тот и заказывал. Ух ты, какие кирпичи. Прям ужас. Так. Долго я снимать, конечно, не буду, потому что оно все может здесь поехать. Все может поехать. Страшно. Страшная машина. Страшные вещи творят. Ладно, все, я пойду покажу, что я делаю, чем я занимаюсь. Все люди ломают, пилят. Сколько кто чего может берет железо. Вот, железо. Кто-то берет железо, чтобы снова его поставить. Это калитка наша. Кто-то просто берет его, чтобы сдать. Это от чего? А, это старые-старые. Еще дверь старая-старая. Еще папа ее ставит. Так, вот это я не знаю зачем. Так, это я собрала, чтобы постирать. Вот, потому что, как бы, людям некогда стирать. Ладно, неважно. Вот, смотрите. Саше говорю, они приезжали. Ну, не один он приезжал. Я говорю, пусть мне пару тележек, семельки привезут. Ну, бери, говорит, тележку и вези сама. И вот, что вы думаете? Я пошла, взяла тележку. Туда я доехала хорошо, пока она была пустая. Обратно она почему-то постоянно заваливается, то налево, то направо. Но кое-как я доехала. Видели, сколько шагов? Десять шагов. Приблизительно. Десять шагов. Но я доехала. И просто там, вот, где у меня тяпка лежит, да, под моей любимкой, я как раз ее кормлю, питанием занимаюсь, так-так-так. И там образовалась ямка. Я когда разрывала этот шиповник, от нее отламывала, получилась какая-то ямка. Почему так, я не знаю. Ну, и, короче, я хочу туда докидать чуть-чуть земли. Это Лидия Лавли. И, бог ты мой, бог ты мой, там такой грохот стоит, прям страшно, надо уходить отсюда вообще. Вообще-то за мной дом, как говорится. Вот. И вы знаете, когда я вчера еще, я только сейчас заметила, сегодня я приехала, бутон Ирины был в полуроспуске. Прям совсем в полуроспуске. А сейчас, смотри, полусть уже весь почти раскрылся, да? Ну-ка, я просто закрываю тень, чтобы увидеть, снимаю ли телефон или нет. Да. Изумительная роза. Не знаю, сколько держит свой цветок. Вот, нужно бы позвонить. Вот сегодня она почти раскрылась. Ну, сколько она в бутоне стояла? Вот бутончик слева, да, маленький. Сколько она находилась в таком состоянии? Тоже не знаю. Но факт тот, что вот раскрылся сегодня. Не полностью раскрылся, но вот так вот, как есть. Есть, как есть. Так, хватит болтать. Нужно землю. А теперь же я дальше на тележке-то не проеду сюда, правильно? У меня там шифер. Вот. Сейчас буду ведерочка накладывать и возить. Вот. Сейчас, 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 сейчас. Вот, кальмагнезия. Есть Елена, забыла я ее фамилию. Она торгует розами, продает розы. Она сказала, что будет кальмагнезию разводить и проливать розы. Уже давным-давно все блогеры рассказывают, что кальмагнезия это удобрение пролагированного действия. И никто ее уже не разводит в воде. Я пробовала один раз везти. Блин, ну, по расписанию самолет. Е-мое. Только мне стоит камеру взять в руки, самолет летит. Вот, неважно. Вот. Давным-давно уже все отказались от этой ерунды, так как она действует. Она будет еще весной работать, понимаете? Какая прелесть. Как она мне нравится. Кальмагнезия. Что она будет еще работать весной, правильно? Когда мы ее в воде разводим, в горячем же кипятке. Она не хочет, тает никак. Вот. А вы представляете, сколько она там? Так мы мешаем ее. Сколько там ее надо мешать? Неделю? Несколько раз в день? Да ну нафиг. Извините, конечно. Вот. Но удобрения, говорят, очень хорошие. Вот. Сульфатом я сульфат посыпаю и кальмагнезию. Сульфат она тоже советует. Ну, как же фамилия Леночка? Симпатичная такая девочка. Ну, да, симпатичная. Умница, красавица. Очень многое знает. Естественно, если она розами занимается, она многое знает о них. Она же не пирожки печет. Вот. И не колбасу заворачивает в пакеты. Так что много знает, много рассказывает. Я ее тоже слушаю. И как бы даже согласна с ней. Но вот только кроме кальмагнезии я не согласна. Поэтому только так, только тяпочкой раз-раз-раз вокруг хустика зарыла, затяпала, убрала сорняки и пошла дальше работать. Так вот. Так, начнем картинку остановить. Красивая, красивая пчелочка дикая. Я не знаю, смогу ее снять. Видит ее камера моя. Потому что кое-как вижу цветочки желтые. Так, ладно. Пошла работать. Ох, угощений очень много. Говорят, угощений много не бывает. Бывает. Если перекормить розу, это тоже плохо. Но вот суперфосфат двойной. Я не знаю. 12, 49, 0. Блин. Ну, надеюсь, что я не поврежу этим суперфосфатом. Правда, вот эти цифры меня очень смущают. Так, кальмагнезия можно давать всегда и весной, и летом, и осенью. Как говорится, действует пролонгировано. Тяжелое слово такое. В общем-то, применяется даже в банковском деле. В частности, в банковском деле. Так, сульфат магния обязательно как и по листу добавляю, так и под корень. Вот так вот наторобанила. Столько много. Сейчас. Единственное, что я хочу, чтобы почва здесь была хорошая. Вот столько камней вырвала. Представляете? Вот. И вот. Оно со временем закидывается, закидывается камни. То есть с землей. Вот. Землю. Кстати, купила вот эту тяпку, да, в Лера Мерлен покупала. Вот. Очень хорошая вот эта штучка. Но сверху было еще три таких типа грабелька, да. Она очень мешает. Если, допустим, вы будете обрабатывать... Ох, как их сожрали. Хосты будете обрабатывать, вы все хосты порвете. Вот это. Поэтому я Сашу попросила. Саша, спилий, пожалуйста. Саша, спилил. Если мне нужна была, будет такая вилочка, да, я отдельно куплю эту вилочку. Кстати, она у меня есть просто чисто, чисто просто вилка и все. Вот. И ничего больше туда не надо. Вот. Отдельно. Без всяких премудростей. Короче, я надеюсь, я бы сейчас еще знаете, что добавила? Компоста. Не компоста, а этого, как он называется? Перегной. Перегной я куриного. Но на зиму как бы нельзя. Я думаю, что поздней осенью можно. Вот. Что земелька была хорошая, вкусная. Блин, ко мне вообще тихий ужас. Вот. Все. Особо около корня я не буду долбить. Потому что она уже и так бедная сотрясается. И пойду привезу сюда. Ох ты, кирпичи русские. Чего только нету. Привезу сюда земельки, чтобы сравнять ее, подравнять. Потому что будет такой. Яма такая какая-то образовалась. Из-за чего? Из-за того, что я сюда земли подвезла. Ох ты, пух ты, солнышко выглянуло. А даже только что дождик накрапывал. И вот моя Иррешка веселая. Ох ты мой. Это первые годы-то роза. Если она разрастется. Потому что потенциал у нее очень большой. Очень. Она видно сильнее. Это первый год. Еще раз повторюсь. Это первый год. Она здесь сидит. Я надеюсь, что будет все хорошо. В крайнем случае, если куколока перезимует. Потому что кафе Гранди Флора сказали, что они заводчики. Они торгуют розами. И даже они сказали из Подмосковья. Они сказали, что эта роза больше для юга. Поэтому у меня ее около пятиэтажки вымерзла. Бедолага. Но всем того, у кого она вымерзла, все равно ее сажают. Конечно, будут сажать за такую красоту. Так что роза. Мало колючек у нее. Роза вот так вот подвержена. Она, если накроете двойным укрытием, то она запреет. Если не укроете, то замерзнет. Короче, вот такая история с этой розой. Ну, я надеюсь. Я надеюсь на нее. Красивая, обалденная роза. Девочки, если вы кто-то знаете что-нибудь про эту розу. Почему? Я искала, искала, почему она называется куколока. Так я не нашла ничего. Ирина, понятно, почему так называется. Вот куколока, почему? Не знаю. Вот такая красота. Вот такая у меня работа. Пошла за земелькой. Это Рудбеки. А это роза Ароу Фолиес. Красивая спрейка. Правда, реально красивая спрейка, которая очень старенькая уже. Очень-очень и очень заболевшая. Вы не представляете, сколько времени я потеряла на то, чтобы ее... О, вон, все равно проглядела. Один прям сухой-сухой. Сейчас я его обрежу. Два. Вот. Чтобы ее почистить. Вся листва заболевшая. И не факт, что я приеду через 2-3 дня. Вот. Что она не будет сверху. Желтая вся. Вот точно так же, как Лидия Лавли. Я ее позавчера только почистила. Сегодня приехала. Она опять. Она снова с желтой листвой. То есть, ну, хапнула уже. Так хапнула, как говорится. Вот. А чтобы под корень ей пролить, чтобы она... Вот эта болезнь у нее прошла. Вот. Если кто знает, есть такое лекарство или нет, чтобы пролить под корень. Чтобы прошла эта болезнь. Вот. Это черная пятнистость. Все я пообрезала. Там 2 черенка. Я давным-давно эти черенки посадила. Было 3. Один пропал. Вот. Куда-то пропал, не помню. Засох, что ли, или замерз. Вот там они сзади. За. За. Роза. Вот. Надо бы их выкопать. Ты хотя бы в другое место посадить. Так нет же. Все. Потом, потом. Потом, потом, потом. Короче, времени ушло. Часа 2, наверное. Потому что то надо, это надо. Пошла за тем, пошла за этим. Пошла за секатором. Потому что ножницы здесь не подойдут. Значит, выкопала, пересадила, чтобы не вырывать и не выбрасывать колокольчик, чашка и блюдце. Вот. Которые двухлетники. Или двулетники, как правильно сказать. Наверное, двух. Вот. У меня красиво цветет здесь. Ей просто очень много всего. Поэтому она бы тоже 2 раза цвела. Какой? 2. У меня уже 3 цветет. Это третий раз. Она все выпускает и выпускает. И боковые побеги. Я имею в виду колокольчик. И цветет, и цветет. И вот сейчас я вот это еще хочу убрать. Вот эту тропинку. Почему? Вот эту. Вот, вот, вот. Почему? Потому что у меня здесь розочка. Маленькая. Роза кардана. Или не роза кардана. Не важно какая. Она до такой степени красивая была. Бордовая. Прекраснейшая роза. Ну, как бы то ни было. Другие растения ее забили. И поэтому вот такая вот история. И давным-давно она уже заболела паутиным клещом. Наверное. Потому что всю листву скинула и по новой набрала. Вот. Они очень часто заболевают. Розы кардана. Да. Скинут всю листву. Я начинаю ее лечить. Она сильная роза. Маленькая, сильная. Зимует у меня около дома без укрытия. Вот. Она по новой набирает свою листву. И снова повторное цветение. Ну, в один сезон, я имею в виду. Ну, а как же без самолета? Блин. Ну, это специально. Но это хорошо. Это, как говорится, возлетает. Вот. Летайте самолетами аэрофорта. Так что вот так вот. Почистила я розу. Ну, вот и вижу отсюда. Вижу. Уже когда встала сюда, я увидела, что два пенька высохших. Ну, старая роза, я уже говорила несколько раз. Она очень старая. Два. И вон еще маленький, третий. Ну, сейчас я туда. Очень тяжело к ней подходить. Она цепляется. За все цепляется. Хорошо, что у меня хотя бы, хотя бы не тем, как говорится, цепляется. Потому что я в футболке, хотя бы в футболке. А вот у меня нарукавники. Вот такие я сейчас покажу. Вот такие у меня нарукавники. Они одеваются отдельно, прям на руку. Это маркетплейс нарукавники для волейбола. Что-то типа этого. Зачем они при волейболе? Ну, наверное, чтобы бить, отбивать мяч. Вот. И эти нарукавники меня предупреждают. Если я цапнулась немножечко, вот, за иголку, или она меня цапнула, зацепила. Раз, я цепляюсь, и все, и ухожу. А так бы все руки у меня были ободрыми. Вот. Хотя бы вот так вот как-нибудь меня они оберегают. Так. Почистила здесь лилии. Там половину лилии осталось внизу, потому что высохли. Почему не срезаю? Нельзя срезать. Нельзя. Они еще должны питаться. Они еще сейчас кушают. Кушают. Идет фотосинтез. То есть обмен. Я не знаю, чего обмен. Короче, они получают лучи, солнышко, и этим же и питаются. Есть некоторые люди, которые доказывают, что они тоже могут обходиться без еды. Наверняка вы слышали и похихикивали тоже над этим. Ну, я смеюсь, но иногда хочется что-нибудь такое смешное. Послушать какие-нибудь ролики необычные. Вот. Вот и слышала, что эти люди не едят вообще и питаются солнцем. Вот. Вот так вот. Живут в себе. Хотела сказать, как растение. Нет. Растение кушает. А как же? Вот. Вон пчелки-то уже кушают. Всем надо кушать. А как же? Пить надо и кушать всем. Всему живому на этой планете нужно кушать. Так. Все. Пошла. Снова нагибаться, потому что вижу хороших таких два пенька. Хороших. Так. Это. А. Ну, это еще веточка там может вырастить. Ладно. Сейчас поближе посмотрю. Куда навести камеру? Лучше же красоту показывать, а не пеньки. Правда же? Правда. Вот она, Арофолиес. Вот она, красотка. Ох, какой кадр. Бэл. Как страшно. Ну, такой один железный трактор. И такая сила сумасшедшая. Страшная машина. Очень страшно. Мне интересно, как мы выберемся отсюда и как я домой поеду. Вот это интересно. Вот. Вот кадр. Блин. Банк стеклянный надо было забрать. Ай. Нет, там все равно, конечно, там и земли завезут. Там все сделают. Все будет красиво. И мы не узнаем. Свой дом. Как бы он дом не зацепил. Очень. Ох. Ох. Прям вспоминаю сразу. Оу. Лет 20. Нет, сколько? 30-того назад. Стаматолог. Да, похоже прям как на буромашину. Вот. А что он вытаскиваете? Как вытаскивает? Как вы думаете? Самое интересное. Самое интересное это металлолом. А вон стоит машина на дороге уже. Прям уже все на мази. Все готово. Мало того, что они еще ломают вот этот дом. Вот этот, где Саша наделся. Нужно запечатлеть. Там тоже такой идет бом. Бом-тарабом. Вот. Идет борьба за металл. Все, наверное, нет. Вот та еще стена осталась. Ой-ой-ой. Ну вот он сказал, мы вовнутрь все. Накидаем, а завтра уже будем вывозить. Кто-то они вывозят, интересно. Ой-ой-ой. Хоть бы он не завалил вот ту стену. Туда, где была дорожка. Блин. Через дорогу перешла, библи купила. Классно. Вот где сейчас вот эта мебель находится, магазин, там была, как бы вам сказать, типа сыраюшка. В той сыраюшке принимали бутылки, стеклоталу принимали. Работала там тетя Валя. Тетя Валя с нами больше нет. Ее дочка жива. Вот тетя Валя такая хорошая. Женщина была. Никогда ни в кем не убрала. Женщина была. Вот маленькая такая, шустенькая такая. Ну, вот бывают такие люди вот хорошие. Бывают, правда, реально. Вот. И на месте эту сыраюшку, короче, в которой принимали стеклотару, обнесли, я не знаю, какими-то деревянными, типа, блоками, что ли. Сделали там, что ж там было, я пока помню. Кажется, разливали пиво. Да. После того пива сделали вот такой вот мебельный магазин. Этот мебельный магазин построен. Вот, если рушить, если приедет такая машина, как типа этот так, то там этому трактору только плюнуть на эту сыраюшку, и она рухнет. Ну, там же постройка дерева, наверное, ДСП всякие, вот эти вот, как они строят сейчас. Ну, так что вот оно даже вот, видно, покрашенное. Я не знаю, зачем я это рассказываю. Ну, так, интересно самой вспомнить. Не могу вспомнить, правда, была там пивнушка или нет. Кажется, была. Ладно, не важно. Теперь это не важно, гаража больше нет. Фу, пыль такая. Это ужас. Это в начале славных дел, так скажем. В начале лета Саша купил, раз, два, три, четыре, пять огурцов. То есть пять уже готовых, уже выросших в стаканчики. Кабачки мы покупали, огурцы точно так же покупали. Значит, я что хочу сказать, что хочу донести. Вот, что никто их не поливал, никто их не кормил. Помню, мы поначалу, боже мой, Саша там ухаживал. Я цветы у Саши огурцы. Травку мы замачивали. Значит, травка вонючка. Знаете, здесь такая для любимого соседа, еще какие только не называют. Тут, посмотрите, сколько огурцов-то, а? Ничего себе! Вот это вот, вот это вот скручивается. Нехватка кальция, что ли, или воды. Я помню, кто говорил, чего не хватает, когда огурчик вот так скручивается. Вот так вот. И вот, смотрите, какая красота. Я как приезжаю, я обязательно 4-5 огурцов срываю. Так мы не рвали их, Саша говорит, нерве не надо. Пусть эти рвут. Куртиранты подсрывают. Но я смотрю-то, они не срывают, ни фига. Ну, я подсорву хоть соседям, а может приедем, Саша может съесть огурчик хотя бы один. Наверняка он не ел ни один огурец. Вот. Валдеть, какие огурцы. Это я их позавчера пролила, сорвала. А огурцы, как и кабачки, нужно рвать. Вот. Нужно рвать, и они тогда будут расти. Если вы их рвать не будете, естественно, расти не будут. Они будут превращаться в семенные. Если я приеду послезавтра, то, естественно, такие колючие собаки. Естественно, они будут снова. Вот. Они снова вырастут. Естественно, если я их полью. Но будет сырая земля. Вот. Так что, вот такая история с огурцами у нас. Здесь были, в прошлом году, был чеснок. Ну, как бы дали грядке отдохнуть. Вот. Но посадили вот пять штук огурцов. Ух ты! Ух ты! Смотрите, какой огурец. А, так. У меня дома есть укроп. У меня дома есть листик свородиновый. И у меня дома есть чеснок. Если он не ест свежие и не хочет, я вполне их могу засолить, малосольные сделать. И на работу будет брать. Смотрите, поливала там, под этой, под яблонькой, да? И вода так и стоит. Почему стоит вода? Потому что землю мы сюда завозили спереди. Сегодня тоже я завозила землю. Вот. И она сухая. Она сухая, как пыль. Я вступила туда. Думаю, смотрю, сухо. Я вступила, у меня нога по щиколотку ушла. Представляете? То есть, внутри там есть вода, под этой пылью. А вот. А сверху она вот держит эту воду. Но она уйдет потом. Вот так вот. Наработалась я сегодня вот тервизная. Две тачки земли. И песок еще привезла. Сейчас песок буду раскидывать. А куда вода уходит? Она что-то льется, и куда-то уходит? Это уже вот здесь квартиранты что-то сажали. Зачем разводят вот такие большие... Это отбанчики, нет? Да. Вот, смотрите. А зачем разводят, я не знаю. Я всегда все убираю после того, как что-то было. Вот. И уже развелось. Посмотрите. Это самое страшное, что бывает. Вот. Это березка. Обалдеть! Надо лопату нести. Откуда она взялась здесь? Здесь никогда. Здесь эти грядки были идеальные. Ну, были. 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 Зато у них перцы какие. Воу. Ну, перцы здесь растут до Подмосковья. И при должном уходе они вполне даже вырастают, даже у тех, кто совсем не умеет за перцами ухаживать. А в поле? Кто за ними в поле ухаживает? Скажите, пожалуйста. Дождик и солнышко. И все. И там вот такие перцы хорошие. Так, ладно. Надо идти песок выгружать. О, машинка как наша. О, пробочка совсем выглядит даже. Вообще и не пробочка. Пробочка и не пробочка. Так себе на светофоре собрались все бибиби. Светофор сейчас включится и все. И никакого, говорится, никаких пробок. Так, солнышко садится. Я на следующий день снова на даче. Всем привет. Ну, потому что сегодня другой день. И поэтому всем привет. Смотрите, Ирина распустилась. Ох ты мой, какая неземная красота. Хотела показать, что я сделала вчера. Очень тяжело было мне. Очень научилась тележку возить с землей. Но она пока у меня все равно заваливается. На бок. То на правый, то на левый. Знаете, как пьяная девушка. Вот встала я. Я имею ввиду девушка-тележка. Встала я на плиточку и показываю Ирину. Да, это было три бутона. Один отсвел. Вчера он распустился вот этот. Но я думаю, что недолго она держит бутоны. Это вам не Кока-Лока. Кока. Кока-Лока. Так и забываю спросить, почему Кока-Лока. Ирина-то понятная именная роза. Почему Кока-Лока? Почему такое название непонятное, как Кока-Кола? Так, ладно. Пошла, потому что еще за камушками нужно сходить. Там дорогу выкладывают из камушков. Вот из таких вот. Вот из таких особенно кругляши меня интересуют. Красивые. Знаете, голыши-кругляши. Так, вот это временные плиточки вот эти. Вот это, наверное, квадратное может остаться даже надолго. Потому что я сюда часто хожу, часто ступаю. Так, те вот тоже уложены там прям как тропинка. Но не основательно, не 100% что я их там оставлю. Вот такие работы приходится делать, когда вы сажаете сад. Это не только роза такая, роза такая. А вот эта роза такая, а вот эта. А это розовый, значит, отдел, где одни розовые розы. То есть каша. Розовая каша получается. Я люблю, чтобы розы были разные. Желтая, розовая. Какая там красная. Красные розы я не любила. Вы знаете, я сейчас их полюбила. Почему? Потому что невероятной красоты розы. Поэтому буду покупать теперь все. А, ну да, я же зарекалась. Я же сказала, что я больше розы не буду покупать. Ну, вот такая история. Вот так вот у меня 7 пятниц на неделе. Вот. Как девушка мне написала, вы же говорили, что розы не будете укрывать. Ну, мы же девушки. Мы же постоянно что-то передумала. И уже укрываю. Буду укрывать в том случае, если мне помощника дадут. Так. Значит, здесь не доделала. Что я здесь не доделала? Надо снять, нужно эти камушки. Вот эти мелкие, да? Ну, мелкие я укладываю вот около пятиэтажного дома. И их туда можно и отвезти. Вот. Чтоб там вода, капли воды не разбивали грунт. А здесь я их складывала по той причине, что найду камушек сюда кидаю. Найду камушек сюда кинула. Вот. И вот так вот собралась у меня куча мыла. А земли сюда нужно подсыпать. Вот я с левой стороны подсыпала. И с правой стороны подсыпала. Конечно, заглубить ее тоже это очень плохо, если я заглублю ее совсем. Так. Но вот это, кажется, правая, да. Кажется, справа. Это она как бы корни собственные, да? Или как сказать? Она бы не была там около дома. Кажется, она бы вымерзла, да? Или украли. Это какая разница? Нет ее больше. А вот черенок остался. Вот. Я не знаю, розы кардана, они передитые или они вот корни собственные. Я этого не знаю. Я, правда, не знаю. Имею право знать или не знать. Так. Сюда досыпала. Не знаю. Ведерка три, наверное, сыпанула тоже. О, сыпанула. Смотрите. Видите? Это какая-то опасная штука. Корень. Так. Здесь тоже подсыпала, значит, убрала колокольчики. Просто колокольчик здесь насеялся. Вот. И это хорошо, что он насеялся. Тогда я смогла его взять отсюда и пересадить. Вот насажала в вазоны. Куда я ее буду распределять? Не знаю. Может быть, в пятиэтажке заберу. Может быть, где-то здесь распределю. Так. Здесь тоже ямку засыпала, потому что пересаживали с мальчиком. Мы... Так. Ромашку белую, да. Она такая, полу дикая. Так. Ну, перчатки я еще не надела. Поэтому вот так вот. Так. И эту штуку... Ошленник забыл, как называется. Энотера. Я так и не пересадила. Так и сидит. Ладно, бог с ней. Здесь уже столько травы, что... Энотера и меньше, энотера и больше. Ничего не случится такого. Так. Вот она. Вот колокольчик. Вот он тоже насеялся. И вот он. Вот. Оставлять его здесь или нет. Дело в том, что еще раз скажу. Этот колокольчик полудикий. Поэтому... Все, все. Ромашка. Поэтому она может тут беды наделать. Точно так же, как вот смотрите колокольчик. Вот. Вот это все колокольчик. Так, спросите, почему не убираешь сразу. Маленький еще. Блин, так холодно. Я еще согнулась. Вообще в нос разговариваю. Вот. Потому что еще маленький. Здесь и колокольчик, и анютка. И здесь все-все-все. Так. Ну, здесь тоже освободила розу. Освободила. Сегодня я приехала. Ну, возможно, земли повожу, конечно. Мне Саша говорит, ничего не делай. Приеду, так сказать, с людьми и все сделаем. Ну, ну, даже упертая, как баран. Нет, я не как баран. Я как два барана упертая. Так, вот здесь немножко почистила. Как могла. Почему как могла? Потому что там, где нет вот этих вот лилий, да? Я имею в виду столбиков. Они тут все равно есть. Вот, они высохли вот так вот. Вот это я специально не убираю. Вот. Видите, они высохли уже. И уходят, как говорится, на покой на зиму уже. Вот. Но нужно, чтобы здесь не копали. А здесь, беда-бедовая, здесь очень много хрена. Хрен здесь вообще, я не знаю. И вот здесь мы посадили тоже. Так, Таня. Ага. Вот. Тоже посадила колокольчик, ромашку. Вот. Оставила вот эту вот железку вкопанную, да? Зачем оставила? Но ее выкопать всегда можно быстро. Ее вкопать тяжело. Понимаете, в чем дело? Вот. Вот это от калитки крыша, или как она там называется, я не знаю. Специально оставила, чтобы солнышко не светило, чтобы новопосаженные растения не страдали. Подсолнух. Что же я буду делать с этим подсолнухом? А быстрее всего ничего. Обрежем вот там секатором внизу, да? И корни пусть остаются. Они вреда, я думаю, вреда. Они сильного не принесут. А если я стану выдирать, тогда да, я наврежу капитально. Так, значит, вот колокольчик, ромашку посадили, кустик. Это рудбекия там одна осталась, вот которая прям у розов самой росла. Рудбекия, я думаю, там не навредит мне. Так, и вот моя работа вчерашняя осталась. И что-то нужно делать. Что нужно делать? Вот я рассыпала песок, там я хочу посадить крематисы. Не знаю, уже стал, шифер стал сюда уже нагибаться. Из-за чего? Земля, вода, земля, все выпирает. А как же? Так, вот туда землю нужно под яблони. Я же там собралась делать еще. Но сама я точно не в силах сделать полукруглый, такой же как был, круг. Не полукруг, а полный круг. Сделать клумбу там круглые. У меня там тюльпаны сбоку сидели. Ну и хочу дальше обрезать листики на розах. Я думаю, пора-пора. Но, господи, их можно не обрезать, если у вас очень много роз. Делаем трехпроцентный. Забыла, Татьяна Сигматулина или Сигбатулина, Татьяна. Она говорит, можно даже пятипроцентный раствор железного купороса. Я один год сделала трехпроцентный. У меня розы были черные. Стволики были все черные, как уголь. Я все, я подумала, я свои розы загубила. Нет, ничего. Как они оклемались за зиму? Как они оклемались, я не знаю. И что же делает этот железный купорос? А он сжигает всю листву. Она падает черная, как пепел. То есть там не остается ни листиков, там не остается никакой бяки. Как и бяки. Вот такой вот, как и бяки. Вот такая вот. Коричневая, черная, неважно. Так что решать вам, обрезать. Если, допустим, у меня очень много кустов, да. Вот. Сейчас. Мне-то немного. В принципе, вот сегодня у меня целый день, как бы мне так делать нечего. Особо. Особо делать нечего. Еще раз повторюсь, я найду, что делать. Поверьте мне. Я еще раз протяпаю, еще раз что-нибудь сделаю. Это сейчас я себе хожу, такая деловая. Да что ж такое? Такой деловой оператор прям крутой-крутой рассказывает. Это люди не знают, что им делать, да. Я просто рассказываю, что я буду делать. Что я приблизительно смогу сделать. Посмотрите, вот эти две очаровашечки, вот эти две. Это Love Song вот это вот. А это тоже фиолетовая. Да что ж, Люда, такая наутика. Не очень мне понравилась эта роза. Ну, маленькие спрейечки такие. Вот больше мне нравятся большие, крупные розы. Вот такие вот, 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 прям вау. Вот, ну, не может не нравиться вот эта роза тоже. Вот, поэтому единственное плохо, что, ну, черной пятнистости ее полностью покрыло. Так. Twilight Zone зацвела. Twilight Zone. Сумеречная зона. Или зоны. Вот. Какая она невероятно красивая. Жаль, это маленькая, низенькая роза переднего плана. Очень жаль. Много роз таких крупных, красных, бесподобных. Бери, да купай. Вот она. Одна из. Пожалуйста, такая красота. Вот эту даже не хочу обрывать. А я их не буду больше обрезать, обрывать. Правда, хоть и говорят, что, естественно, детки. Детки забирают силы у всех. И у людей, и у растений. Вот. Вот так вот нужно отрывать. Вот. Ну, оторвем. Так даже симпатичнее без этих вот, не знаю, попырешек без этих вот. Ой, травку могут здесь порвать. Ладно. И вот такие кусты, которые вот, вот видите, как хорошо. Она сама себя очистила. Вполне себе достойная роза. Всю листву скинула и стоит. Прям такая вся, прям, да я ни при чем здесь. Я не виновата, не виновата. Вот. Ох, ох, ох. А вот это вот сама не скинет листву. Это придется хотя бы низ, хоть как-то, если у меня время будет, низ как-то немножко подрезать. Вот. Начинала я из чего? Начинала я из того, что мне нужно сходить за камушками и сделать как бы такое обрамление, вот, как мне нравится так. Можно, у меня есть еще пластиковая такая, огородить можно, такой полукруг сделать. Ну, как же она? Бордюрная лента называется. Вот. Она у меня уже три года лежит. Это несчастная бордюрная лента на балконе стоит. Сейчас я ее перенесла в комнату, мол, типа того, что ближе к выходу. Может быть, я ее куда-нибудь применю. Может быть, а может и нет. Вот такая вот, вот я прям, не знаю, то туда, то все. Ну, короче, вот здесь вот, вот, не доделала я, и не покормила я ее. Вот еще самое такое главное, что, что есть, что я ее не покормила. Так, на чем остановить кадр? На прекрасной Ирине или на золоте? На богатстве? На жизни? Вот так, я пойду сразу за камушкой. Всем привет. Я снова на даче. Ну, так получается, нужно работать. Нужно работать, нужно разбирать, так сказать, гаражи и все остальное. Встаем между этой красоты и не знаю, на что камеру навести. То есть, какая роза красивее? Это невероятно. Посмотрите. Fullman Orient Express. Хотела вообще снять, как принялась моя хрифантемка, которую я у бабушки купила. Вот. Ну, принялась вполне себе. Но почему-то сказала, потом срежете ее. Почему потом? Наверное, листва нужна, чтобы она, так сказать, кушала листвой своей. Ну, я так вот говорю, по-другому я сказать не умею. Вот. Чтобы проходил фитосинтез. Или фотосинтез. Я так и не выяснила, как правильно говорить. Вот. Ну, все прошло хорошо. Закидала вот армужными листвой, чтобы не выжигала солнце, не выжигала землю. Вот, чтобы сильно не высыхала, я оставила, конечно, чтобы там пробивались росточки. Вот у нее были несколько. Один я вижу хорошо. Ну, хорошо принялась. Ну, как бы не совсем еще принялась, но все равно хорошо сидим, как говорится. Вот. Землянику сразу увидела. Землянийка. Она очень вкусная. И нужно ее уже куст очень широкий, ее нужно уже рассаживать. Вот. Рассаживать нужно сейчас, в августе. Самое замечательное время. Для того, чтобы рассадить клубнику, землянику и все остальное. Бх ты мой, какая красота невероятная. Я в шоке. Я не перестаю. О, е-мое, зацепили мой куст, понесли. Ну, знаешь, какие-то зацепили моими финансиями. Ладно, все будет хорошо. Вот такая красотища. А, ну да. Руку надо поставить, чтобы понять, какой огромный-огромный бакетичный. Обычно, как правило, люди говорят, сколько сантиметров их роза. Я не знаю, я не интересуюсь, я вижу, а огромная-огромная. Ну и, конечно, это снова самолётики. Так, пошла работать пока еще холодно. Я имею в виду, мы приехали очень-очень рано, где-то полседьмого. Даже еще раньше. И вот пока прохладно, пока солнца нет, я хочу обработать. Хочу обработать, сейчас покажу. Давайте, как говорится, сразу покажу. Бардак такой, конечно, неохота показывать. Ой, да, уже чего я только не показывала. Так, взяла я привикур, октару, смесь, сделала, прям, я не знаю, я дернула, наверное, слово такое нельзя говорить. Максим, это просто так лежит. Добавила зеленого мыла, естественно, вместо прилипателя, сольфат магния. У меня всегда присутствует. Я не знаю, почему я так считаю, что он нужен. Но остальное все просто так у меня стоит. И Максим, может быть, я буду пользоваться. Обязательно развела вот это вот в чистой воде. Сейчас хорошо взболтаю. Самое главное, что я посмотрела, что ничего не свернулось. Вот, институт огородных девиц, кажется, да, Таня, у нее даже там есть все составы, которые не сворачиваются, представляете, умница она какая. Вот, сейчас буду процеживать, вот, отрезала снова кусок марни, любого двойной полотенце отрезала, вафельное, и буду сейчас процеживать и быстро-быстро работать, быстро опрыскать. Может быть, я спасу свои розы от этой страшной, мучнистой розы. Вот, страшной-престрашной. Так, Люд, давай красоту. Нефиг, здесь такие ужасы показывать. Показывай красоту, красоту. Так, и быстро работать, пока солнышко сюда не зашло. Роза Терракота. Какая роза, какая красота невероятная. Она своим бутоном смахивает на куколока. Только бутончик поменьше. Ну, может, из-за того, что болеет, из-за того, что подмерзала здесь. Постоянно с ней у меня проблемы какие-то. Вот такая красота. Вот такая красота. Правда, роза из-за своего бутона, строения бутона, из-за своего цвета, невероятная роза. Красивая, просто шикарная. Так, нужно бутончики пообревать ей. Пусть она отдыхает, чтобы силой не тянула. Вот такая красоточка. Невероятная. Красоточка стоит вся лысая. Вся-вся-вся прям. Так. Комтез де Бари. Есть у нее, вот смотрю, чтобы увидеть, есть ли у нее почерневшие, пожелтевшие листва? Нет. Бесполезная. Ну, где-то там, может быть, я что-то сожгла. Вот. И вот эта вот розочка. Это моя незнакомка. Тоже красивая, невероятная. Девочки писали, какая это роза. Вот по краям у меня была такая роза. Была. Я не помню, переносила я ее в череночник, не переносила. Тоже девочки отгадали, как она называется. Я уже не помню. Хочу, пытаюсь ее вспомнить. Красивая тоже, невероятный. Такой у нее колер обалденный. Красота обалдеть какая. Притягивает взгляд в узор. Представляете, куст из таких роз. Целый, огромный куст. Красивая. Амуды Молин. Тоже не боится никого и ничего. Вот, представляете? Скоро зацветет. Тоже не боится никаких пятнистостей. Хоть рядышком все прям почерневшие, и Христофор Колумб, и эта красотка. Нет, ничего ей, как говорится, все нипочем. Так что вот, все зависит от здоровья розы. Очень много зависит. Ну, в частности, конечно, немецкие кордеса. Розы сильные. Ох-ох-ох. Сколько же я потратила времени на эту одну розочку. Я имею в виду маленькую. Маленькую, маленькую. Вот эту вот. Как она перенесет зиму, я не знаю. Но об этом думать не нужно. Думать нужно сейчас. Сегодня, сейчас, сию минуту, как говорится. Довольна ли я тем, что сделала? Конечно, довольна. Естественно, мне нравится. Как я приперла эти камни. Поверьте мне, эти камни очень тяжелые. Вот. Очень тяжелые. Помыла их. Земли накопала. Привезла в тачке землю. Землю. Что заговариваешь? Привезла землю в тачке. Перемешала ее с песочком. Ну, пока мила поподила, я перед этим показывала. Вот. А, ну да, пролила немножко. Ох, червяк, что ли? Е-мой. Разрезанный, точно. Ну, нельзя тебе на солнце. Прячься давай. Ты же подземный житель. Вот. Ну, короче, времени затратила я много. Часа полтора, как бы не больше. Пока туда сходила, пока сюда. Пока то, пока это. Вот. Потом не забывайте. Время – это время деньги, да? В это время человек где-то сидит, работает, зарабатывает деньги. Точно так же я могла бы сидеть, зарабатывать деньги. Но я их, наоборот, сюда вкладываю, в землю. Ну, это вот такое хобби. И хобби, я скажу, не из очень хороших. Почему? Потому что здоровье свое трачу. Вот. Растрачиваю, так можно сказать. Так что вот так вот все закончилось. Теперь смотрю на эту розочку. И на ту. Мне так же хочется. Вот. А меня уже там смотрят на меня, что я камни собираю. Ну, не знаю. Никто, правда, ничего не сказал. Один раз пошутили. Говорят, сегодня акция на камни. Ну, там дорогу строят этих камней. Там, я не знаю, они закатывают эти камни асфальтом. Вот. Но это, опять же, это временные. Они все это будут снимать. Вот. Я имею в виду, асфальт этот снимать будут. Это они наложили все для чего? Для того, чтобы их машины ездили. Чтобы они не застревали. Потому что там котлованы роют огромнейшие. Может быть, пойду туда. Может, покажу, что там строят. Ну, через железную дорогу. Это город Апрелевка. Строят объездной мост. Как он там называется будет? Я не знаю. Короче, хочу теперь вот так вот. 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 Хочу я все. Красиво. Красиво. Камушки люблю. Почему не знаю. Почему у меня такая любовь к камушкам? Не знаю. Не представляю даже. Может быть. Да нет. Нигде ничего. Ну, правда, жила я в местности. Там, где много-много камней было. Скалы. Камни. Вот. Поэтому, может быть, мне нравятся белые камни. Прям нравится, нравится. Ну, попозируй. Видно ее или нет? Я не пойму. Или может быть вообще другой цветок показывает? А, видно. Вот, вот, вот. Вот, вот. Ползает, ползает. Ага. И так как вчера... Ух ты, сколько усок. Так как я вчера работала, это знаете как? Как на живую рану резать снова. Вот, есть рана, да? И точно так же резать снова. Брать и резать, я не знаю, чем угодно. Или колоть иголочкой. Мазохистка. Вот. Ну, то есть, организм уставший. Он же не может без конца работать. Вот. Железо, и то устает. Машины, и те устают. Есть даже такое выражение. Усталость с железа. Вот. А я живой человек. Поэтому устала сильно. А теперь хочу... Нет, у меня еще есть камушки. Вот такие вот есть. Я принесла для пятиэтажки. Правда, у меня там в этой пятиэтажке этих камушков уже... В загашнике, я имею в виду, поделать некогда. Вот. Где пропадаю. Так что вот такие новости с полей. Как я буду новости с полей? Как я буду обрезать этот клематис? Или он снова будет у меня зимовать? Зимовать, ночевать? Там. Эту зиму они все клематисы у меня провели на этих вот квадратиках. Или как там? На заборе, короче. Так что вот так вот. Не знаю. Посмотрим. Успею, так сказать. Не забуду. Значит, срежу и что-нибудь укрою. А что можно укрыть таким огромным клематисом? Не знаю, не знаю. Так. И хочу дальше клематисы сажать. Вот туда. Вот туда, туда, прям туда. Я уже подготавливаю. И, не знаю, везти мне там земли полтачки осталось. Ну, фактически полтачки. Везти ее туда, где будут клематисы. Не везти. Не знаю. Короче, стою в раздумии. Солнышко выглянуло. Солнышко прижаривает. Ветерок, слава богу, есть. Немножко подувает. Вот. Вчера было ужас, как жарко. Так, ладно, Люда пошла работать. Вот, чем заняться нужно. Пообрезать семенные коробочки. У Вильдалиона. Вспомнила, как зовут. А где-то у меня здесь и записано. Где-то... А, вон, 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 далеко. Вот, высоко написано. Вильдалион. И, наверное, быстрее всего я буду спрашивать вот такой клематис. Вильдалион беспроблемный. Разрастается. Быстро приживается. Я не знаю. Ну, очень хороший клематис. Очень. И в этом году на нем меньше сухих вот этих вот лиан. Вот, зато тот заболел. Ну, вчера, вчера, да, проливало максимум. И один кустик, и другой. Эти пока не трогала. И я думаю, что они приживаются, восстанавливаются. Посмотрим. Посмотрим на их выведение. Может быть, правда, постоять немножко, отдохнуть. Вот, пообрезать. И вот туда, да, я буду искать, наверное, поеду на наш рынок Заречья в городе Нарфаминске. Вот, и спрошу у Валюши, у нашей, которой я постоянно все покупаю. Очень приятная женщина. Вот, как многое зависит от продавца. Ох, как многое. Вот, она, говорит, все равно, говорит, есть придуршие покупатели, у которых, говорит, клематис не прижился. Она пришла, говорит, меня клясть. Она говорит, может быть, ты неправильно его посадила. Естественно. Многое зависит от посадки. У меня вон сколько их пропало. О, я не знаю, может, два-три из девяти, из девяти, может быть, два-три прижились. Потому что я там сажаю их и пятиэтажки. Вот, а там, ну, очень плохо. Там идет вода, там уже минус стоит, а с крыши идет вода на них. Вот, как вы думаете, они выживут? Конечно, проблемно. Вот, единственное, что тот вот живет очень хорошо, прекрасно, и ничего ему там не заливает. Потому что я ему сделала такое, знаете, возвышение. Постоянно чем-то подсыпала, подсыпала. Вот так вот сделала тип такого вот, высокой такой ступеньки. И вот он у меня, на этой возвышенной ступеньке, его там не заливает вода. А если даже заливает, то она уходит. Понимаете? Она быстренько уходит, и ему там чувствует себя, а он прекрасно. Вот. И здесь тоже я так же сделала. Он тоже сидит здесь, не вайс, какой земле. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это я вчера зеленые складывала. Ой, как они, они так, такая приживаемость у них. Прям стопроцентные вот эти крышочки. Господи боже. Вот. Как бы я ни старалась все это убирать, они все равно, эта травка будет расти, расти и расти. Наверное, третий раз я вот это вот делаю, вот это все ковыряю, ковыряю. Все равно она прорастает и прорастает. Вот. Ну, чуть-чуть есть возвышенность такая, для того, чтобы не замыкал. Точно так же сажать нужно хризантемы. Я поняла, почему у меня хризантемы вымокли. Там они у меня были, где сейчас свекла. Они вымокли, потому что им было там сыро. Вот. А здесь вот, они вроде бы на возвышенности. Посмотрим, как они перезимуют. Посмотрим, посмотрим. Ну, вот такая вот хризантемка. Представляете, это очарование, когда она вся зацветет. Вся прям. Что здесь будет, будет буйство. Она распустилась полностью. Я думаю, что у нее неделительное цветение. Потому что вчера она была в маленьком бутончике. Чуть поменьше, чем вот этот. Сегодня она уже полностью. Вот. Полностью. Распустившийся бутон. Красота невероятная. Да, как ее видно издалека, издалека. Красные розы видно, желтые ярко горят. Белые тоже видно. А их все видно. Видно издалека. Такую красоту. Ну, вот. Не только я одного видела. Коска прилетела. Ох. Обрезала клематицы. Пойду дальше работать. Вот. Полюбовалась красотой. Хватит бездельничать. Пойду дальше. Принц Монако меня порадовал. Пока вот так вот. Пока один цветочек. Мало ее осталось. Мало. Вымерзла. Придется покупать целый куст. Как говорится, пол кустика осталось. Полу кустика. Красотка. Дабл Делайт. Двойное удовольствие. Почему так розу назвали? Двойное удовольствие. Цвет двойной, что ли? Вот я говорила. Будет на солнце. Будет ярко-красная. Схожа она с принцем Монако. Схожа. Вот. Будет в тени. Будет бледненькая. Вот, пожалуйста, она в тени. Ну, не совсем тень. Совсем в тени будет вообще. Чуть ли не белая. Продолжение следует. Продолжение следует...